Друзья, привет! Недавно прошло очень интересное и очень важное заседание Совета Безопасности ООН, на котором обсуждали, по сути, новый мировой порядок. Сейчас уже можно констатировать, Соединенные Штаты не справились с ролью мирового жандарма. В мире множество противоречий, множество локальных конфликтов и, более того, мир на грани глобального конфликта. Западу не удалось возглавить многосторонность, как мог бы сделать истинный лидер. Но западные элиты попытались максимально использовать свои преимущества для эксплуатации других. Скорее всего, будет несколько частей этого обзора, потому что некоторые заявления я хочу посмотреть полностью вместе с вами, некоторые частично, ну а некоторые хочу прокомментировать, потому что во многом не согласен с ними. Я слушала заявления российского представителя, и мне показалось, что я ошиблась залом, поскольку мне показалось, что это заседание, посвященное США и Западу. Ну, отчасти это так. Соединенные Штаты попробовали себя в роли мирового жандарма, у них ничего не вышло, и теперь миропорядок меняется. Ну, а что к этому привело, и какой будет новый миропорядок, точнее, какой будет путь к этому новому миропорядку, мы узнаем прямо сейчас из выступления Сергея Лаврова, но сразу после небольшой рекламы. Великий народный праздник, день крещения Руси лучше всего отмечать вместе, дружно и весело. В воскресенье, 28 июля, в Москве, на Ленинградском шоссе 19, в новом флагманском магазине русского бренда «Великоросс», что напротив ТЦ «Метрополис», в 200 метрах от метро «Войковская», соберутся лучшие люди нашей родной и любимой Великой России. Веселый и радостный праздник проведут для вас организаторы фестиваля «Танцуй и пой, моя Россия» совместно с друзьями и братьями из русской общины. А это значит, что там будут душевные песни и заводные пляски, щедрые угощения и беспроигрышная лотерея от бренда «Великоросс», веселые конкурсы и, конечно же, удивительные подарки. Все, как испокон веков, положено в традициях русского гостеприимства. Гуляние начнется 28 июля в 11 утра и продолжится до самого вечера. Ну а торжественная часть праздника начнется в 18.00. «Приходите на праздник всей семьей, приводите родных и близких, друзей и знакомых, не пожалеете». Итак, Соединенные Штаты удивляются, почему их так часто упоминают, говоря о изменении миропорядка и нынешнем политическом кризисе. «Правь Америка. В этом суть пресловутого порядка, основанного на правилах прямой угрозы многосторонности и международному миру. Важнейшие компоненты международного права, устав ООН и решения нашего Совета трактуются коллективным Западом извращенно и выборочно, в зависимости от того, какая установка поступила из Белого дома. А многие резолюции Совета безопасности и вовсе игнорируются. Среди них резолюции 2202, одобрившие минские договоренности по Украине, резолюции 1031, утвердившие Дейтонское соглашение о мире в Боснии и Герцеговине на основе принципа равноправия трех государствообразующих народов и двух антитетов. Про саботаж резолюции по Ближнему Востоку можно говорить бесконечно. Чего стоит заявление Энтони Блинкена в интервью CNN в феврале 2021 года в ответ на вопрос о том, что он думает о решении предыдущей администрации США признать принадлежность Израилю сирийских голландских высот. Если кто не помнит, я освежу вашу память. В ответ на этот вопрос госсекретарь произнес, если оставить в стороне вопрос о законности, то с практической точки зрения Голланды очень важны для обеспечения безопасности Израиля. Конец цитаты. Это при том, что резолюция 497, мы с вами это хорошо знаем, которую никто не отменял, квалифицирует как незаконную аннексию Израилем голландских высот. Но, согласно тем самым правилам, надо, цитирую Энтони Блинкена, оставить в стороне вопрос о законности. И, конечно, у всех свежо в памяти заявление постпреда США о том, что принятые 25 марта резолюции 27-28 о немедленном прекращении огня в секторе газа не носят юридически обязывающего характера. То есть американские правила важнее статьи 25 Устава ООН. В прошлом веке Джордж Оруэлл в повести «Скотный двор» уже предвидел суть порядка, основанного на правилах. Цитирую. «Все животные равны, но некоторые более равны, чем другие». Конец цитаты. «Если ты выполняешь волю гегемона, тебе все дозволено. А если осмелешься и начнешь защищать свои национальные интересы, тебя объявят изгоем и обложат санкциями». Гегемонистская политика Вашингтона не меняется десятилетиями. Все схемы, все без исключения схемы евроатлантической безопасности, были основаны на обеспечении доминирования Соединенных Штатов, включая подчинение им Европы и сдерживание России. Главной роль отводилась НАТО, которая в итоге подмяла под себя создававшийся вроде бы для европейцев Евросоюз, беззастенчиво приватизированы структуры ОБСЕ в грубейшее нарушение Хельсинского заключительного акта. Собственно, это и привело к глобальному политическому кризису. Соединенные Штаты, пользуясь своей властью, своим влиянием, вначале угнетали одну страну ради собственных интересов, потом вторую, третью, пятую, десятую, набралась критическая масса небольших стран, потом Соединенные Штаты рыпнулись на Россию, и тут вдруг что-то пошло не так. Просчитались. Но где? Непонятно где, но где-то точно просчитались. И тут, как говорится, критикуешь – предлагай. Сергей Лавров на этом заседании предложил, так сказать, дорожную карту, состоящую из пяти пунктов. Уважаемые коллеги, действия Соединенных Штатов и их союзников, конечно же, мешают международному сотрудничеству и построению более справедливого мира. Берут в заложники целые страны и регионы, не дают народам реализовать записанные в уставе суверенные права, отвлекают от столь необходимой совместной работы по урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке, в Африке, в других регионах, от работы по сокращению глобального неравенства, ликвидации угроз терроризма и наркопреступности, голода и болезней. Убежден, что это положение можно исправить, разумеется, при наличии доброй воли. Чтобы остановить развитие событий по негативному сценарию, мы хотим предложить для обсуждения ряд шагов, которые направлены на восстановление доверия и стабилизацию международной обстановки. Первое. Необходимо устранить раз и навсегда первопричины разразившегося кризиса в Европе. Условия установления устойчивого мира на Украине изложил президент Путин, не буду их повторять. Политико-дипломатическое урегулирование должно сопровождаться конкретными шагами по снятию угроз Российской Федерации, исходящих с западного евроатлантического направления. При согласовании взаимных гарантий и договоренностей придется учитывать и новые геостратегические реалии на евразийском континенте, где формируется общеконтинентальная архитектура подлинно равной и неделимой безопасности. Европа рискует отстать от этого объективно исторического процесса. Мы к поиску баланса и интересов готовы. Второе. Восстановление регионального и глобального баланса сил должно сопровождаться активными усилиями по устранению несправедливости в мировой экономике. В многополярном мире по определению не должно быть монополистов в валютно-финансовом регулировании, торговле, технологиях. Эту точку зрения разделяет подавляющее большинство членов мирового сообщества. Особое значение имеет скорейшее реформирование Бреттон-Вудских институтов и Всемирной торговой организации, деятельность которых должна отражать реальный вес незападных центров роста и развития. Третье. Серьезные качественные перемены должны произойти и в других институтах глобального управления, если мы хотим, чтобы они работали на благо всех. Прежде всего, это касается нашей организации, которая до сих пор, несмотря ни на что, является воплощением многосторонности, обладает уникальной, универсальной легитимностью и общепризнанной широтой компетенции. Важным шагом на пути к восстановлению эффективности ООН стало бы переподтверждение всеми ее членами своей приверженности принципам устава, причем не выборочно, а во всей их полноте и взаимосвязи. О том, какую форму могло бы принять такое переподтверждение, можно подумать вместе. Большую работу проводят образованные по инициативе Венесуэлы группы друзей в защиту устава ООН. Мы приглашаем все страны, сохраняющие веру в верховенство международного права, присоединиться к ее работе. Ключевым элементом реформы организации должно стать изменение состава Совета безопасности, хотя само по себе оно не поможет наладить продуктивную работу, если не будет базового согласия о методах деятельности между постоянными членами. Это соображение, тем не менее, не отменяет императив устранения географических и геополитических перекосов в Совбезе, где сегодня явно перепредставлены страны коллективного Запада. Давно назревшим шагом является достижение максимально широкого согласия о конкретных параметрах реформы, призванной укрепить представленность Азии, Африки и Латинской Америки. Необходимы также перемены в кадровой политике секретариата, чтобы устранить засилье граждан и подданных стран Запада в административных структурах организации. Ну и, конечно же, генсекретарь и его сотрудники обязаны неукоснительно, без каких-либо исключений, соблюдать принципы беспристрастности и нейтральности, как того требует статья 100 Устава ООН, о чем мы не устаем напоминать. 4. Укрепление многополярных начал международной жизни призвано способствовать помимо ООН и другим многосторонним объединениям. Среди них группа 20, в которой присутствуют как страны мирового большинства, так и западные государства. Мандат 20-ки строго ограничен вопросами экономики и развития, поэтому важно, чтобы предметный диалог на этой площадке был избавлен от конъюнктурных попыток вбрасывать геополитические сюжеты, иначе мы загубим эту полезную площадку. Все большую роль в построении справедливого и многостороннего порядка на основе принципов Устава играют БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества. В них объединены страны, представляющие различные регионы цивилизации, сотрудничающие на основе равенства, взаимного уважения, консенсуса и обоюдоприемлемых компромиссов. Это я назвал бы золотым стандартом многостороннего взаимодействия с участием великих держав. Практическое значение для утверждения многополярности имеют такие региональные объединения, как Содружество независимого государства, Организация договора коллективной безопасности, Евразийский экономический союз, ОСИАН, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, Лига арабских государств, Африканский союз, СИЛАК. Видим важной задачей налаживание разносторонних связей между ними, в том числе с подключением потенциала ООН. Российское председательство в Совете, одно из ближайших заседаний, посвятит взаимодействию ООН с евразийскими региональными организациями. Уважаемые коллеги, выступая 9 июля на парламентском форуме БРИКС в Санкт-Петербурге, Владимир Путин сказал «Становление мироустройства, отражающего реальный баланс сил, процесс сложный и во многом даже болезненный». Дискуссии на эту тему, мы считаем, должны выстраиваться без скатывания в бесплодную полемику на основе трезвого анализа всей совокупности фактов. Необходимо прежде всего восстановить профессиональную дипломатию, культуру диалога, умение слушать и слышать, сохранять каналы кризисной коммуникации. От того, способны ли политики и дипломаты сформулировать нечто вроде единого видения будущего, зависит жизни миллионов людей. Будет ли наш мир многообразным и справедливым, зависит, опять же, от нас с вами, от стран-членов. Точка опоры есть, это устав нашей организации, подчеркну это еще раз. Если все, без исключения, будут следовать его духу и букве, то объединенным нациям по силам преодолеть текущее разногласие и прийти к общему знаменателю по большинству вопросов. Конец истории не состоялся. Давайте вместе работать в интересах начала истории подлинной многосторонности, отражающей все богатство культурно-цивилизационного многообразия народов мира. Приглашаем к дискуссии, разумеется, она должна быть только честной. Что-то мне подсказывает, что Соединенные Штаты не захотят следовать вот этой дорожной карте, но справедливости ради стоит отметить, что это послание было и не для них. В общем, что было еще на этом заседании, мы посмотрим уже в следующих видео. Ну а пока что у меня на этом все. Что думаете, пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал. Ну и если хотите поддержать меня финансово и получить доступ к дополнительному контенту, в том числе и с этого заседания, то буду рад вас видеть на Бусте. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok